Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вас приветствуем на YouTube-канале, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо. Мы снова сейчас находимся в пригороде, который называется Доктор Филлипс. Я уже рассказывала в предыдущем видео об этом городе. Это фешенебельный район, фешенебельный пригород со своей инфраструктурой, ночной жизнью, ресторанами и, самое главное, высокого рейтинга школы. Причем все три очень хорошие, отличные школы. Мы сейчас посмотрим две модели, они находятся рядом друг от друга. Я не знаю, как Юля будет там по мере обработки видео их выкладывать. Это новая застройка, это модели дома в комьюнити, которая называется Филлипс Гроф. Застройщик Пулт Холмс, это очень хороший застройщик, у него хорошего качества дома. Здесь у нас представлена модель, которая называется Хедертон, 4-6 бедрум. То есть количество бедрума на самом деле будет по выбору. То есть эту модель можно построить и в четырех, и в шести спальнях. Мы сейчас посмотрим, я, честно говоря, не уверена, насколько спален эта модель. Я прошу прощения. Так, цена 851 тысяча, и площадь дома 4200. Давайте пройдем, посмотрим. Окей. Что вы просили, стейджинг, да, обставленная мебелью, стейджинг холмс. Это офис, здесь нет гардеробной. Сразу при входе, как обычно, это, как я уже говорила, очень удобное расположение офиса в доме, подальше от гостиной, от громкого ТВ. Отлично. Какие хорошие полы. Полы хорошие. Это дерево. Да, дерево это хорошо. Если ты помнишь, когда мы снимали дома Дакота Констракшн, моего любимого, у него точно такие же полы, в его домах. Отлично. Это столовая? Столовая. Хорошая. Согласитесь же, когда дом мебелирован, совсем по-другому все смотрится. Смотри, какие интересные стены. Кстати. Это пластик или что-то такое. Пластик. Очень интересное исполнение стен. Такого мы еще не видели. Знаете, очень красиво. Да. Как элемент, это только вот одна комната такая. Если бы было, конечно, все, то, может быть, было бы не так красиво. Было бы через черное. Да. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай еще не все посмотрели, смотри, что мы пропустили. Смотри. Смотри. Как здорово. Такой закуточек милый, ты пройди. Да, такой барный закуточек. Купинный. Отлично, да. Я бы здесь спряталась. Холодильничек. Да. Для вина. Отлично. Такой уютненький. Классно. Красивый цвет кабинетов. Да, кстати. Он сейчас становится очень модным, такой светло-серый. Белый уже всем надоел, короче, да? Белый уже всем надоел. И кухня такого же цвета. Глаза разбегаются, люди. Смотрите, как красиво все. Красивый. Да. Ой, какой цвет красивый. Да, цвет хороший. Меня мама называет его мышиной. А вот еще, посмотри. Да, барная стойка. Барная стойка. Опять-таки холодильничек для винных бутылок. Так, это для алкоголика, Рай, я так смотрю. И опять-таки, видишь, кладовка. Слушай, а немного напоминает, кстати... Тот дом. Тот дом, да. Напоминает реально. Очень. Который мы первым снимали. Немного другая, естественно, планировка, но... Смысл какой-то повторяется. Второй свет, ты посмотри, господи, вот этот дом вообще классный, да? Хотя он дешевле, чем тот. Да, кстати. Между прочим. А находится всего недалеко. Ну, рядышком. Через дорогу, да. Пешком можно пройти. Да. Очень мне нравится. Он поменьше, правда, немножко. Да и отлично. Такой большой, в принципе... Зачем нужен? Да, ну, на большую семью, если только совсем. Да, 4200 квадратных. А ты посмотри, как здесь все красиво. Большая панорама такая, да? Мне кажется, даже шторки не нужны. Ну, вот они есть. Но они чисто декоративные, они не закрываются. Да, да, да. Так, с этой стороны давайте посмотрим. Слушайте, я так люблю кухню, и эта кухня просто вообще нереальная. Посмотри, насколько она большая, сколько шкафчиков здесь. Очень много, я только сейчас заметила. Я тоже только сейчас заметила. Смотри, как много. Здесь можно вообще просто все поместиться. Всю посуду спрятать. Это рай для повара, да? Боже мой. Красиво-то, как украсили. Интересно, смотри, посмотри, что остров, островок, он белый. Да. Такой он как бы off-white grey, да? Немножко, как бы чуть-чуть сероватым отдает, но он белый. Да. Все очень сильно. И лампы красивые. Кстати, газ. Газовая плита. Ну, я думаю, здесь можно выбирать, да? Если ты строишь свой дом, это же модель, ты можешь выбрать. Газ всегда, конечно, лучше. Он будет экономить очень много на счетах электрических и готовится быстрее. Честно говоря, вкуснее на газу. Отлично. У меня сейчас, я сколько лет пользовалась электрическими плитами. Сейчас у меня газовая, и я ощущаю вообще даже, мне кажется, вкус другой. Вкус, вообще говоря, почему-то другой вкус. Очень быстро. У меня сначала все горело. Я только вроде поставила, только там нарезок лучка, да, у меня уже там что-то сгорело. У меня раньше такого не было, там пока разогреется, все очень быстро готовится. Я просто смотрю с практической точки зрения, вот это просто убирается, чтобы помыть, да, и все. И вот эту саму тоже можно помыть, получается. Так, KitchenAid, между прочим, популярная здесь марка. Вытяжка такая. Опять-таки, смотри, симпатичная. Как и в прошлом доме, и у нас были уже такие... Вот эта микроволновка, но она также может работать, как и... Духовка, да? Духовка, да, вот здесь bake, broil, то есть она может... Это уже отдельный духовой шкаф. Сейчас часто встречается такая вот парочка. Ага, все, холодильник, хороший. Мне очень нравится. Мне очень нравится вот это открытое пространство. Прям... Оно открытое, но оно... Воздуха больше. Да. Здесь для завтраков столик. Угу. То есть это для семьи, а столовые обычно, когда вы принимаете гостей. Хорошо, давай пойдем дальше. Так, пошли дальше, посмотрим, что там. Да, а то мы прям тут залипли, да? Ага. Там еще комнаты. Здесь, смотри, интересно. Ну-ка, что такое? Очень удобно. Ванная. Я надеюсь, душ там есть? Который выходит в бассейн. Да, вижу, вижу. То есть не нужно бежать через весь дом, чтобы... Так, да. Сполоснуться. Так. Да, душ есть тоже. Душевая такая хорошая. Да, хорошее качество, хороший билдер. У этого застройщика хорошее качество. Угу. Вот здесь выход на балкон, но мы потом пройдем, посмотрим. Так, идемте дальше. А, ну то, что здесь? Ага, полотенчики, салфеточки, все такое. Понятно. Дальше проходим. Слушай, я не совсем понимаю, что это, да? Здесь нет гардеробной, значит, это получается тоже не спали. Это еще один офис. Я думаю, у них есть такая опция 4-6 спален. Они могут или поставить гардеробную, возможно, это модель на 4 спальни. Пока я еще спальню не нашла, потому что спальни должны быть гардеробные. Но если вы хотите больше спален, то они просто сделают встроенную гардеробную. Ну, в общем-то, может быть, кому-то нужно 2 офиса лучше, правильно же? Это же все зависит от желания. Возможно, что здесь прихожая. О, посмотрите, какая прихожая хорошая. Вот здесь можно повесить одежду. Посмотри. Может быть, телевизор поставил. Да, еще и телевизор посмотреть. Так, не проходим мимо всех. Ты еще такой же не видела. О, какая кладовочка, посмотри. Кладовочка, да. Для всякой утвари. Туда мы не пойдем, там должен быть гараж, но там сейлз офис. Ага, хорошо. Там офис, так как это модель, да, но должен быть гараж. Хорошо. А гараж здесь на сколько машин? На 2? На 2, по-моему. Ага, хорошо, значит, мы идем на второй этаж, правильно? Бассейн оставим на 10, как обычно. Да, как всегда бассейн. Ты пока поднимайся, я дверь прикрою, чтобы не охлажать улицу. Классные здесь даже ступеньки. Они деревянные, поверхность деревянная, а здесь плиточкой выложена. Мозаика выложена. Интересное решение. А поручни тоже хорошие, деревянные, но цвет такой приятный. О, смотри, какой проход. Классно. Такой вот вид сверху. Замечательный. Мне очень нравятся дома с вторым светом. Сразу так много воздуха. Уж если иметь второй этаж, то чтобы второй свет был. Так, а мы идем куда? Так, это прачечная. Машинки даже здесь какие классные стоят. Интересно, такие будут или это для стейджинга? Ты знаешь, я думаю, это для стейджинга, потому что в основном билдеры, они не предоставляют машинки с продажей дома. Понятно. Так, о, это центральный вход, да? Это вход в дом. Здесь тоже второй свет, посмотрите. И окошко. Так, а мы идем дальше. Мы спальню нашли. Нашли наконец-таки спальню. Но это не мастер-бедрум. Это не хозяйская спальня, это просто гостевая. Так, здесь. Городировка. Быстро выводы сделала. Вдруг это мастер. Не, ну она достаточно маленькая для мастера. И вообще хорошая, но маленькая. В мастера обычно ставится уже две раковины. В общем, да. Поэтому выводы сделаны. На полах плиточка. Здесь жидкий камень. Гранит. Это кварц. Кварц, точно, да. Да, точно. Кто-то уже в комментариях говорил. Так, здесь полочки. Ты знаешь, я уверена, что в прошлом доме тоже кварц был, но они почему-то в лестнице указали, что это гранит. Может быть, гранит исполнен. О, посмотри, здесь два кондиционера сразу расположен. Какая большая комнатка для них. Ну сюда еще что-то можно поставить на самом деле. Детская комната. Еще одна, да? Надо двух детишек посмотреть. Ага, конечно, как. Да. О, смотри. У них не закрывается ванная. Вот так просто. Интересно. Интересное решение. Ух, туалет хотя бы закрывается. Да, туалет. Вот, смотри. Ой. Это кладовка. Погоди. Итак, это у нас кладовка. Хорошо. Сейчас, подождите, не спешите, мы все посмотрим. Смотри, вообще вот это ванная на две комнаты. То есть здесь раковина для этой комнаты, туалет посерединке. Да, вот она как, с ванной. То есть можно закрыть, слава богу. Такое решение, понятно. Вот так здесь дверка выезжает. И она въезжает в стену. Таким вот образом. Вот здесь есть стена, есть куда въезжать. Все понятно тогда. И то же самое с той стороны. Еще кладовочка такая небольшая. Полочки. И тоже вот здесь раковина, она не закрывается получается. То есть если нужна приватность, можно закрыть. Закрыть со всех сторон, а руки можно помочь уже в своих комнатах. А вот она высовывается. Потянуть. Мне называется пакет-дорс. Пакет-не уверена. Пакет-дорс. Но я не уверена, как будет в переводе. Встроенная дверь такая. О, смотри, это для девочки розовым покрасили. Гардированная. Все понятно. Вот она закрывается здесь. И здесь, видите, тоже раковина, она не закрывается. Такое решение. Ну, я не вижу ничего в этом плохого. Это же только раковина, а не туалет. Ну, конечно. Стройка, видишь, в полном масштабе идет за окном. Да, здесь все дома новые. Только, смотрите, строятся, строятся. Но будет все красиво. Судя по этому дому, здесь все будет очень даже классно. Вид будет хороший. Так. А мы продвигаемся дальше. Девчачья такая комнатка симпатичная. Я думаю, что, по-моему, мы пока еще мастера не нашли. Вот здесь, наверное, мастер. Скорее всего. Ой. Да, она находится отдельно от других спален. О, ну, такая зелёная. Классно. Посмотрите, как много окон. Я так обожаю. Другое, совершенно отдельное крыло дома. Ты посмотри. Очень светло. Я обожаю. Вообще классно. Когда еще здесь будет классный вид. Ну, зеркало, зеркало. Огромное такое. Вот, вот это уже размер, я понимаю, мастер-бедрум. Хороший такой. И такая зона почилить. Посидеть, кофеек попить, газету почитать. Отлично. Иди посмотри ванную. Какая красивая. Итак, хозяйская ванная. Во всей красе. Одна раковина. Вторая раковина. Посмотрите, здесь тоже для женщин раковина, естественно, побольше. То есть полочек больше. У мужчины так скромненько всё. Рядышком закрывается туалет. Ох, какая большая гардеробная. Давайте пройдем, посмотрим. Очень большая. Отлично. Так, здесь у нас что? Полочки. Тоже здорово. Так, что здесь? Классная душевая такая. Очень нравится. Так, это такой бодуар для женщины. Рядышком с ее раковиной. Посмотрите, очень удобно. Зеркалом. Красоту наводить. И также рядышком гардеробная для девушек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот какая красота. Отдыхаю. Лепота. Ну что, вот он бассейн. Кто-то по запросам хотел дома с бассейном. Вот, посмотрите, какой бассейн. В таком современном стиле. Есть спа-зона. Водичку сейчас потрогаем. Здесь обычно такая теплая вода или горячая. И вот так вот пузырьки, чтобы расслабиться холодными флоридскими вечерами. Ты знаешь, участок достаточно, как бы, достаточно такого участка. Естественно, здесь можно выбрать лоты побольше. Я смотрю здесь. И один акр лот есть, да. И там уже дома от миллиона триста. Ну да, да, да. Это будет кастом-билд дома. Причем интересно, что здесь написано «Prices subject to change daily». То есть все вот эти цены, которые они указывают, они меняются, могут меняться ежедневно. Понятно. В общем, смотрите, тут можно, в общем, сделать обеденную зону. Вот она также обеденная зона. Здесь можно сделать летнюю кухню также. Все место позволяет. Мне кажется, его достаточно. Для меня более чем достаточно, например. Для кого-то, кажется, это небольшой участок. Но, извините, за большим участком надо ухаживать. Я хочу сказать, что если кому-то интересно, здесь сидит менеджер, он расскажет и по кредитам. Сейчас неизвестны ни, и что ей, какие будут. Если интересно, мы можем спросить, конечно. Какие, что ей, какой налог. То есть очень такой сырой. Мы просто увидели модельный дом, зашли спонтанно посмотреть. Готовы мы не были к этому. Но нам очень понравилось. Нам очень нравится. Мне очень понравился дом. Да, хороший дом. По поводу Эчуе здесь, Юля, если ты покажешь вот эту карту, я расскажу, что входит в Эчуе. Эчуе ежемесячное 267 долларов. И входит здесь комьюнити пул, бассейн, детские площадки, док-парк. Здесь теннисные корты и баскетбольный корт. Два теннисных корта и баскетбольные. И, кстати, обслуживание газонов вокруг домов тоже поет. Это классно. Это очень удобно. Здесь, смотри, здесь зеленым указаны, зеленым маркером указаны лоты, которые еще продаются. Вообще они строят 255 домов. Из этих 55 осталось, по-моему, 40, он сказал, 45 или 47 лотов. Есть лоты, кстати, про которые я говорила по одному акру. Они выходят на озеро, и у них будут свои пирсы для лодок. Точно. Свои пирсы. И, естественно, лоты тоже разных размеров. Вы, естественно, можете выбрать свой размер лоты за ваши деньги или любой каприз. Вот побольше, да. Вот стандартный размер. Так что? Ну, давайте пройдем в другую модель. Посмотрим, мне интересно увидеть другую модель, как она выглядит, что там за планировка. До следующих встреч в следующем доме. В следующем видео. Пока-пока. В следующем видео. Счастливо. Пока. Всем хорошего. Всего хорошего. Наилучшего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok